Книга «Открытым оком», 18-й том, тема «Грех», вопрос 3203. Строже всего Господь карал за отступление от Бога Единого и за поклонение чужим божествам. А как же Арон и Соломон? Они же в данном случае были повинны против первой заповеди. Один кельца сделал золотого, а второй поклонялся разным мерзостям. «Ныне в церкви они числятся в лике святых или не определено их состояние?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Все так и было. Где они ныне, одному Богу известно. Но вот что говорит Писание о них после их падения. Мы же не можем пренебречь слова Духа Святого. Писание всех нас заключило под свою крышу, усадило за свою парту». Галатам 3.22 «Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа». «Серахов 45.25 «И умножил славу Аарона и дал ему наследие, отделил им начатки плодов». Кавычки закрыты. «События так развивались, когда восстались мутьяны на законного пастыря, то Бог проявил, кто из возносящих фимиам угоден Богу и Иегове». «Семнадцать, два, три, восемь». «Скажи сынам Израилевым и возьми у них по жезлу от колена. От всех начальников их по коленам двенадцать жезлов, и каждого имя напиши на жезле его, имя Аарона напиши на жезле Левиином, ибо один жезл от начальника колена их должны они дать. На другой день вошел Моисей и Аарон в скинье откровения, и вот жезл Ааронов от дома Левиина расцвел, пустил почки, дал свет и принес миндалии». Кавычки закрыты. «И уже через шестнадцать столетий Давид пишет в Салтицем 6.21 «Как стадо вел ты народ свой рукой у Моисея и Аарона!» Евреи помнили не отступление Аарона, а прощение его Богом. Евреям 9.4 «Жезл Ааронов расцветший» И считали, что от Аарона благословение идет, а не проклятие на потомков. Сирахов 36.18 «Услышь, Господи, молитву рабов твоих по благословению Аарона о народе твоем». Сирахов 45.7.45 «Он возвысил Аарона, подобного ему святого, брата его из колена Левиина, и умножил славу Аарона и дал ему наследие, отделил им начатки плодов». Кавычки закрыты. «Для сравнения, в Библии имя Аарона встречается 351 раз, в Новом Завете 5 раз, а Моисеева 841 раз, из них 79 раз в Новом Завете». Что до Соломона, то тут намного сложнее. Третье царство.11 Стихи 5.7.13 «И стал Соломон служить Астарке, божеству Сидонскому и мелхому мерзости Амманицкой. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавицкой, на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху, мерзости Амманицкой, и высоты, которые перед Иерусалимом, направо от Масличной горы, которую устроил Соломон, царь Израилев. Астарке мерзости Сидонской и Хамосу мерзости Моавицкой и мелхому мерзости Амманицкой осквернил царь». Кавычки закрыты. «Серахов 47.23.27 «Ты положил пятно на славу твою и осквернил семя твое так, что навел гнев на детей твоих, и они горько оплакивали твое безумие. Что власть разделилась надвое, и от Ефрема произошло непокорное царство и оставил по себе от семени своего безумия народу». Кавычки закрыты. «И неизвестно, было ли прощение от Бога ему за это, и просил ли он о том Иегову. Деяние 7.47. Соломон же построил ему дом. Христос ссылается на одежду Соломона». Матфея 6.29 «И на его мудрость» Матфея 12.42 «Иисус и апостолы, посещая храм, проходили через притвор, построенный Соломоном». Иоанна 10.23 «Деяние 3.11». И никто ни разу после его безумия не говорил о нем, как об отце его Давиде, что он очистился от беззакония, хотя в Библии его имя упоминается 280 раз, а в Новом Завете – 10 раз. Но на иконах и некоторых храмах рисуют Соломона и Аарона. В календарях, где даются имена святых, отсутствуют имена Аарона и Соломона, так что и встретить знакомых среди православных мы с такими именами не можем. Прилично ли бездетным зваться Аввой, считая вотчиной своею монастырь, серпаста молоткастый готовить там облаву? Из книг обители воздвигнутся костры, сидели, досиделись и пришли к финалу общему, где кризис и пекрис. Не стоило молчанием шалить на небе за безмолвие, не предлагают приз. Пришедшие за вами вас допросят, завязанным развяжут языки. Ваш путь проляжет к ледяным торосам из тьмы пещер туда, где не видать низги. И никого, кто обличил бы их, замшелых схимников, апостолов, молчания. Критика в печати есть брение для слепых. Меч, слово при них брегшее, рассечены мечами. Ни одного послания, нигде есть тюрем, лагерей или поселений. Что надо бы найти, а не сидеть, яснее и ясного, что это шанс последний. Любая община, роддом и крик младенцев перемешали. Простите. Тот погиб, как высеву семян посмели помешать, пренебрегая благовестием Божьим. Роддом отвергнув, строят абортари и перемешали правду со вселенской ложью. И монастырь засушенный в вербарии. Отечество небесное нуждается в отцах. Не схима евнухах засушенных в пустыне. Мертворожденная пастуха бросит псам. Бог и Его жив. Рожденных не отринет. 14 сентября 2006 года. Игнатий Лапкин.